Областной конкурс работ декоративно-прикладного искусства прошел в Петропавловске. В нем приняли участие юные рукодельницы и мастера. Чем в этот раз школьники смогли удивить? Жюри в материале нашего корреспондента. Ахмед Мейерманов учится в пятом классе. Самый юный участник представил на конкурс четыре экспоната из проволоки. Один из них – Байтирек. Школьник украсил его символами знаний, любви к казахской истории. Есть здесь и кольца Олимпиады. Сложнее всего был Байтирек, потому что слишком много деталей. Их надо было закреплять между собой и шар. Все время спадывалось с него. И надо было где-то найти мигалку. Карта Казахстана из геркулесовых хлопьев. Макеты зданий Экспо из соленого теста. Панно, украшенное гирляндой. Работы юных мастеров были разнообразны и по тематике, и по материалам. Больше всего посетителей собралось у этой куклы. Около месяца колдовали над ней трое учащихся девятой школы. Процессом руководила учитель технологии Вера Егорова. Дольше всего корпели над руками, говорит педагог. В итоге они получились как настоящие. Поскольку мы уже выросли из техники соленого теста, мы решили все-таки опробовать новые материалы. Новые материалы сейчас представляют большой спектр. Это вот одна из них, это фимопластика. Уникальность в чем? В том, что эта работа может храниться очень долго. Она запеклась, она становится как керамическая кукла. И она несет свое определенное назначение. Она может быть украшением интерьера. Популярностью на выставке пользовались и куклы из Капрона. Самое сложное здесь – сделать лицо. Глаза, нос и губы получаются более естественными только после долгой практики. Каждый год участники конкурса стараются удивить жюри. Эта картина выполнена по новой технике – японской. Издалека она похожа на роспись, однако это аппликация из ткани, края которой спрятаны в пенопласт. Чтобы подобрать идеальные цвета, участнице пришлось пожертвовать своим платьем, говорят члены жюри и отмечают – с каждым годом качество представленных на конкурс работ выше. На эту выставку собрались учащиеся городских школ, более 20 школ, 10 районов области и также интернатные учреждения города. Самый трудоемкий раздел, я считаю, это раздел с использованием ткани, потому что это требует длительной работы, терпения и аккуратности, точности исполнения. Победители определят в семи номинациях и лучшие экспонаты отправят на республиканский конкурс. Ольга Файзулина, Казбек Рыгбаев, Новости МТРК.